Здравствуйте! Корреспонденты ОРТ уже готовы рассказать о самых важных событиях Оренбуржья к этому часу. В студии Алина Волохова. И вот о каких новостях дня пойдет речь сегодня в программе. Смертельный ДТП. Ухудшение погодных условий стало причиной серьезных аварий. Нарушения на каждом повороте. В Оренбуржье масштабная проверка пассажирского транспорта. Не справляются со снегом. Водители жалуются на работу коммунальных служб. Начнет работать с чистого листа. Орский ЮМС выходит из кризиса. Поиски продолжаются. Десятилетний мальчик до сих пор в розыске. В предвкушении матча. Болельщики ждут встречу Оренбурга и Арсенала. В эти минуты Оренбуржье прощается с Виктором Реневым. Заслуженный работник культуры ушел из жизни 26 ноября. С его именем связана целая эпоха в жизни нашего региона. Отдать дань памяти приезжают люди со всей области. Траурная церемония проходит в стенах областного театра драмы. В последнее время Виктор Ренев занимал пост советника губернатора по вопросам культуры. Виктор Васильевич удостоен многих почетных наград. Среди них две премии Оренбургская лира, а также звание заслуженной работник культуры Российской Федерации. Но своим главным достижением он всегда считал искреннюю дружбу с коллегами. Возможность помогать талантливым людям – это то, что заставляло Виктора Ренева никогда не сдаваться. Одной из главных его побед было создание в регионе Института искусств имени Ростроповичей. Благодаря Виктору Васильевичу постоянную прописку в Оренбурге получили такие масштабные фестивали, как «Гостиный двор», «Евразия», «Оренбургский пуховый платок», «Русская песня» и другие. А несколько храмов культуры стараниями Виктора Ренева получили вторую жизнь. Это театры имени Горького и Файзи, областная филармония и библиотека имени Крупской. Отметим, что этот год стал для Виктора Ренева юбилейным. В январе ему исполнилось 70 лет. Свой последний день рождения он также отметил в родном здании театра драмы. И к другим темам. Региональный МЧС предупреждает водителей об ухудшении погоды. Ожидаются сильные осадки. Из-за этого видимость на дорогах заметно снизится. По данным гидрометцентра, в ближайшие сутки по всей области будет метель. Местами усиление ветра. Порывы будут достигать 19 метров в секунду. Поэтому спасатели советуют не покидать пределы населенных пунктов. Ожидается, что уже завтра осадки уменьшатся. Но начнется резкое похолодание. Личный состав регионального МЧС уже переведен в режим повышенной готовности. В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах Оренбургской области развернуто 5 передвижных пунктов обогрева. Они размещены на трассах М5, Самара-Оренбург, в районе поселка Искра Бургского района. Также на дорогах Оренбург-Уфа и Оренбург-Акбулак. Кроме того, сегодня пункты обогрева появятся в поселке Краснощоково на 207-м километре трассы Оренбург-Орск. Службы спасения призывают без острой необходимости не выезжать на трассы. Сложные погодные условия стали причиной серьезного ДТП на трассе Оренбург-Акбулак. По данным на этот час, жертвами столкновения стали пятеро человек. Все они скончались до приезда медиков. Грузовик и иномарка столкнулись у села Елшанка на 52-м километре трассы. От удара кабина «Скани» отлетела на несколько десятков метров. Легковой «Фольксваген» восстановлению не подлежит. На месте работали сотрудники МЧС. Только с их помощью удалось освободить погибших из железных оков. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины аварии, которая унесла жизни пятерых человек. Этот случай стал не единственным со смертельным исходом. Сегодня на дороге Оренбург-Самара оборвалась жизнь трехлетнего малыша. Все произошло в районе хутора Степановский. По оперативным данным, шестерка выехала на встречную полосу и протаранила пассажирскую газель. В этот момент ребенок находился на переднем сиденье в детском кресле. Водитель также получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. В эти минуты приходит сообщение, что движение на трассе Оренбург-Самара восстановлено. Авария в районе хутора Степановский не единственная на этом направлении. Еще одно лобовое столкновение произошло в Сорочинском городском округе. ДТП унесло жизнь одного человека. Столкновение двух автомобилей – ВАЗа и КИА – произошло в районе села Бурдыгина под Сорочинском. Удар был такой силы, что ни одна из легковушек не подлежит восстановлению. В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи. На данный момент все обстоятельства серьезной аварии выясняются. До сих пор неизвестно, что стало причиной ДТП. На месте работают сотрудники полиции. Десятки аварий произошли на дорогах в областном центре. Водители подсчитывают убытки. На улицах гололед, наледь и снежная каша. По мнению автолюбителей, причинами ДТП, как правило, становится плохое сцепление с дорогой. Почему город оказался в снежном плену и насколько коммунальщики оказались готовы к зиме. Наша съемочная группа своими глазами смогла оценить ситуацию, мнение жителей и представителей власти в нашем следующем сюжете. Несколько дней беспрерывного снегопада. Тротуары проезжают часть в сугробах. Неубранный снег затрудняет ситуацию на дорогах. Даже водители со стажем признаются. Такая обстановка создает немало проблем. Снежная каша провоцирует большое количество аварий. Центральные улицы, дворы очень плохо чистятся и очень трудно ездить по городу. Безопасность дорожного движения, прежде всего, на дорогах, за пешеходов. В принципе, вот эти два аспекта, за них я переживаю. Снегопады стали настоящим испытанием для коммунальщиков. На улицы города вышла спецтехника. По словам представителей администрации, на расчистку дорог направлено около сотни автомобилей. Больше тысячи дворников минувшей ночью вывезли более 300 кубометров снега. В основном это дворы многоквартирных домов, территории административных зданий. В дневную смену для ликвидации последствий стихии вышли 88 тракторов и погрузчиков. Процесс наладить, провести его до автоматизма, перевести всех в зимний период, в зимний режим. То есть на прошлой неделе мы технику не заказывали управляющими организациями. Сейчас нужно, чтобы это все перешло на такие рабочие русла. Я думаю, что вполне справимся. Для ликвидации последствий стихии в этом году используют новую технологию. Сначала по дорогам города проезжают так называемые песочницы. И лишь спустя несколько часов специальный транспорт убирает снег. Эффективность такого метода ставят под сомнение автолюбители областного центра. Анастасия Синченко, Ольга Энгель, Семен Воробьев и Владислав Горбунов. Новости дня. Особенно острый в этот период стоит вопрос с пассажирскими перевозками. Проезд на автобусах и газелях действительно становится сугрозой для жизни. Это подтверждают данные статистики. Число ДТП с участием общественного транспорта регулярно растет. Сотрудники ГИБДД и общественники бьют тревогу. На этой неделе состоялся очередной рейд. Он прошел восточной столице Оренбуржья. Инспекторы провели масштабный рейд. Сотрудники работали под прикрытием за рулем гражданского автомобиля. Следили за тем, как двигаются водители пассажирских автобусов. Водоканальное вы сидели пассажиры, которые взяли. При начале движения тоже не включили. Строители 315 также не включили. Начали движения сигнал поворота. Строители СОЖ-31, остановка, верно, проехали не заключающий сигнал с поворотом. Во время проверки оценили как техническое состояние транспорта, так и наличие необходимых документов. За выявленные нарушения прямо на месте составили административный протокол и выписали штраф. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе, так как поступают многочисленные жалобы от пассажиров. Пассажирское транспорта, то, что водители неаккуратно управляют автобусами, тем самым подвергая опасности всех пассажиров и других участников дорожного движения. Согласно официальному сайту ГИБДД, Оренбуржья попала в красную зону регионов страны, где участилось количество дорожно-транспортных происшествий. За 9 месяцев зафиксировано более 1000 ДТП. А сейчас небольшой рекламный блок. Через несколько секунд мы вернемся и продолжим в нашей студии говорить о новостях дня. Начнет работать с чистого листа. Орский ЮМС выходит из кризиса. Поиски продолжаются. Десятилетний мальчик до сих пор в розыске. В предвкушении матча болельщики ждут встречу Оренбурга и Арсенала. Это новости дня. Мы продолжаем. Ушел он, не вернулся. Оренбуржья больше недели следит за судьбой Даниила Казакова. Десятилетний мальчик вышел из дома и больше его никто не видел. Полиция, спасатели, волонтеры, односельчане. Подключены сотни людей. Сейчас поиски расширились. Они идут и за пределами нашего региона. Такие объявления появляются в сети уже через несколько часов после пропажи человека. Поиски Даниила Казакова начались, что называется, по горячим следам. По тревоге были подняты сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Поисковики осмотрели буквально каждый квадратный метр. Проверили пять близлежащих сел. По факту исчезновения ребенка заведено уголовное дело. Следствие рассматривает сразу несколько версий. По одной из них мальчик мог отправиться к отцу в Ульяновск. Некриминальный характер версии – это добровольный уход мальчика, сознательный так называемый уход. Отрабатывается как раз версия его путешествия автостопом по дорогам России. Это в сторону Башкирии, Татарстана, Ульяновска, то есть получается Чувашской республики туда. Либо это через Самарскую трассу, то есть через Самару, Саратов. И, к сожалению, это не единственный случай. На сегодняшний день в областном центре числятся пропавшими без вести 43 человека. В масштабах региона это больше тысячи. Более недели назад ушел из дома и не вернулся Владимир Дорофиев. 80-летний мужчина направился в сторону поселка Солнечный. Известно, что он страдает дезориентацией. До сих пор не прекращаются поиски молодой девушки из поселка Сакмара. По факту исчезновения людей в этом году следственные органы возбудили 12 уголовных дел. Это в два раза больше, чем в прошлом. Долги будут погашены. Армета ЮМС продолжит работать с чистого листа. Об этом губернатор области Юрий Берг заявил на встречу с сотрудниками. Южно-Уральский машиностроительный завод – одно из градообразующих предприятий Орска. Оно обеспечивает рабочими местами более трех тысяч человек. Поэтому сегодня к нему особо пристальное внимание. Когда на важнейшем предприятии региона заработают станки и что поможет решить финансовые проблемы? Подробности встречи в материале моих коллег. За круглым столом часть сотрудников ЮМЗа. Все в напряжении и в ожидании. Этот завод – один из крупнейших в регионе. Юрий Берг с первых минут диалога заявляет, в ближайшие дни вновь заработают станки и производство будет поставлено на поток. В первую очередь глава региона заверяет, за должность по зарплате сотрудники получат в полном объеме. Сейчас идет работа с приставами по возврату собственных средств ЮМЗа. Дело в том, что одно из тульских предприятий до сих пор не перевело средства за выполненную работу. И именно эти деньги позволят выплатить людям зарплату за ноябрь и декабрь. Ту зарплату, которая была за сентябрь, вам выплатили. Мы работаем в правительство области, в судебные приставы, в правительство Российской Федерации. Потому как дальше вам погасить задолгость за октябрь и дальше думать по ноябрю. Работаем в ежедневном режиме в этом направлении. Правительству Оренбуржа удалось достигнуть договоренность с Газпромбанком и ПАОТ-Плюс. Это позволило запустить на предприятия отопление и электроэнергию. На местах уже работают инженерные службы и производственные подразделения. Они задействованы к подготовке к пуску основного потока. Работы вчера в цехе идут по замене труб. Секретаря сборщики там собрались, свальщики готовят вообще цеха к работе. Армета ЮМС находится в простое с 12 сентября. Долг предприятия перед главным кредитором 1,3 миллиарда рублей. Однако, по словам губернатора, на сегодня у завода есть заказы, которые значительно превосходят эту сумму. Поэтому главная задача на сегодня – начать работу. По словам Юрия Берга, с 3 декабря все сотрудники выйдут на свои рабочие места. Производство будет запущено в полном объеме. Для Ратимир Булатова, Игорь Бероев, Новости дня. Гайский городской парк может стать лучшим в области. Накануне глава региона предложил полную реконструкцию центральной зоны отдыха. Строительство станет возможным в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Реконструкцию парка планируют провести в будущем году и открыть его к 60-летию города. План в общих чертах готов. С метр работ почти 68 миллионов рублей. Губернатор предлагает ее увеличить и установить цветомузыкальный фонтан. Такие в этом году появились в ряде райцентров области, принявших участие в программе «Комфортная городская среда». Кроме того, для озеленения Юрий Берг советует использовать не саженцы, а уже большие деревья хвойных пород, которые сразу же придадут парку законченный вид. В прошлом году, когда мы обсуждали городскую комфортную среду, помните, были защиты, да? По большому счету это дало свои результаты и появляются современные такие уголки практически во всех муниципальных образованиях. Губернатор дал указание городскому руководству подготовить проект торгам до марта будущего года. При этом не допустить участия в них неизвестных фирм, которые могут сорвать все планы и сроки. Здесь же в Гае Юрий Берг побывал на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект возводится в рамках программы социального партнерства на средства Гайского ГОКа общим объемом 200 миллионов рублей. В основе быстро возводимые металлоконструкции. Каркас здания фактически готов. Строители приступают к монтажу сэндвич-панелей, из которых будут построены стены. Возведение первой очереди ФОКа с универсальным спортивным залом планируется завершить в будущем году. После чего приступить к строительству его второй очереди – зала с ледовой ареной. И в заключение выпуска о новостях дня из мира спорта. Поклонники футбола уже готовятся болеть за наших. Сегодня на стадионе «Газовик» Оренбург встретится с тульским арсеналом. Игра пройдет в рамках Кубка страны. Статистика личного противостояния за нашими. Соперники встречались 8 раз в рамках нескольких лиг и Кубка России. Арсенал смог выиграть в одном матче, в то время как Оренбург победил в трех встречах. И четыре раза команды сыграли в ничью. Спортсмены из Тулы в своем матче 1-8 финала переиграли Ахмат 2-0. И вышли в четвертьфинал турнира, повторив свое лучшее достижение. Последний раз тульяки проходили в эту стадию Кубка 4 года назад. Где уступили именно Оренбургу. Но лишь в дополнительное время. Болеть за наших спортсменов можно сегодня в 18 часов по местному времени. На этом у нас пока все. Корреспонденты ОРТ продолжают следить за развитием событий в Оренбурге области. Оставайтесь вместе с нашим телеканалом и будьте всегда в курсе главных новостей дня. Субтитры подогнал «Симон»